Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре лифтбэк Fav Bestune B70. На видео автомобиль в комплектации Exclusive с бензиновым мотором объемом 1,5 литра турбо, с передним приводом и с роботизированной коробкой передач. Цвет автомобиля серебристый металлик. Диски литые, 18-дюймовые, с шинами размерностью 225 на 50. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Рейлинги не предусмотрены. Автомобиль оснащен панорамной крышей. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с тремя кнопками. Автомобиль оснащен системой без ключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений выполнена из перфорированной кожи. Водительское сиденье оснащено электрическими регулировками. С помощью электроприводов сиденье можно двигать вперед и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Память электропривода сиденья не предусмотрена. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки «Старт-Стоп». Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Указатели поворотов левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Снизу в боковых зеркалах расположены камеры системы кругового обзора. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. Передние противотуманные фары не предусмотрены. В решетке радиатора находится камера переднего вида. В переднем бампере расположен парктроник. Тонировка сделана дилером дополнительно. Клиренс автомобиля производитель не указывает. Задние фонари светодиодные. Задняя противотуманка расположена посередине в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. Кнопки управления центральным замком. В этом положении джойстика активируется система электроскладывания боковых зеркал. Регулировка боковых зеркал осуществляется с помощью этого джойстика. В этом положении джойстика активируется электрообогрев боковых зеркал. Блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Кнопка отключения системы старт-стоп. Кнопка отключения системы стабилизации. Кнопка включения парктроников. Автомобиль оснащен системой удержания в полосе движения. Регулировка корректора фар. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки слева на руле отвечают за выбор информации, выводимой на панель приборов. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера, информацию о давлении в шинах, данные навигационной системы, данные мультимедийной системы и индикацию работы ассистентов водителя. Управление круиз-контролем осуществляется с помощью дополнительного подрулевого переключателя, расположенного слева от руля. Автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем с функцией поддержания заданной дистанции до впереди идущего автомобиля. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 12,3 дюйма. В составе акустической системы шесть динамиков. Мультимедийная система поддерживает радио. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио, коммуникацию со смартфоном и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или треков и управление мобильным телефоном. Автомобиль оснащен встроенной навигационной системой с картами. Автомобиль оснащен системой кругового обзора. На дисплей можно вывести виртуальную проекцию автомобиля и пространство вокруг него. Автомобиль оснащен системой предупреждения о столкновении. Автомобиль оснащен системой предупреждения о выходе из полосы движения. Автомобиль оснащен системой удержания в полосе движения. Автомобиль оснащен системой распознавания дорожных знаков. Климат-контроль двухзонный. Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры с водительской стороны. Регулировка температуры с пассажирской стороны. Иконка Dual синхронизирует передние зоны климат-контроля. Выбор направления обдува. Иконка переключения рециркуляции воздуха. Иконка AC отвечает за включение кондиционера. Иконка включения электрообогрева заднего стекла. Передние кресла оснащены подогревом. Подогрев однорежимный. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. В потолке предусмотрено освещение для водителя и пассажира. Шторка панорамной крыши открывается с помощью электропривода. Люк можно открывать в двух разных положениях. Люк можно приподнять. Люк можно сдвинуть назад. В потолочной консоли предусмотрен очечник. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на второй ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В боксе предусмотрена розетка на 12 вольт. В нише предусмотрены подстаканники. Бардачок без подсветки отделан пластиком. Под центральным тоннелем предусмотрены два USB-разъема и беспроводная зарядка. Слева от руля предусмотрен небольшой бардачок. Ручной тормоз электрический с функцией «Автохолд». Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач роботизированная, семиступенчатая, с двумя сцеплениями. При включении задней передачи активируются парктроники и система кругового обзора. Управление коробкой передач осуществляется с помощью джойстика. Режим «Паркинг» включается отдельной кнопкой. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Немного погазуем. Теперь перейдем к осмотру второго ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на второй ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Салон от багажника отделен полкой. Заднее сиденье с центральным подлокотником. В нем предусмотрены подстаканники. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Между передними креслами предусмотрены дефлекторы вентиляции. Снизу предусмотрена розетка на 12 вольт и USB-разъем. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается полностью. Над дверью предусмотрена ручка. Теперь перейдем к осмотру багажника. Багажник открывается из салона автомобиля. Объем багажника составляет 440 литров. В оснащении багажника предусмотрено освещение и крючки для крепления грузов. Боковины и пол багажника отделаны ворсом. Под полом в багажнике расположено запасное колесо с набором инструментов. Для сложения спинки необходимо нажать на кнопку. Сиденья второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. Задние сиденья складываются без ступеньки. Объем багажника при сложенных сиденьях производитель не указывает. Крышка багажника оснащена электроприводом. Лючок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 50 литров. Теперь заглянем под капот. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, бензиновый, 4-цилиндровый, объемом 1,5 литра, с отдачей 160 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели лифтбэк FAV Bestune B70 в комплектации эксклюзив. С бензиновым мотором объемом 1,5 литра турбо, с передним приводом и с роботизированной коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч! Продолжение следует...